Название окрошка произошло от слова крошить, что в полной мере описывает рецепт приготовления этого старинного русского блюда. Вариантов окрошки множество. Мясная, рыбная, овощная. Мы спросили горожан о том, любят ли они окрошку и какую именно. Летом очень хорошее блюдо. Картошка, яйца, зеленый лук, редис, колбаса, курица или мясо. На выбор. А заправка какая? Заправка, квас и сметана. Что жена приготовит, то и ем. Главное на квасе и мяса побольше. Обычно я делаю свой квас. Все ингредиенты, как и у всех. Вы ставите хлебный квас. Он сам по себе особенный, он имеет другой вкус. Вот, а так, как в анекдоте, кладите больше яиц и лука. Не знаю, я не ем. Обожаю. В первую очередь, естественный квас. С квасом. Окрошка, ну, свежестью, летом. Скорее бы уже. Острым, вкусным, когда горчичка добавлена, хрен. Окрошку заправляют квасом, кефиром, сывороткой и даже минеральной водой. В разных регионах России свои предпочтения. К примеру, на Кавказе любят холодный суп на Иране, Тане и других кисломолочных продуктах. А волжане, как известно, предпочитают рыбу. Лайфхаком приготовления такой окрошки делится бренд-шеф Алексей Мелентьев. Из классических ингредиентов это картофель, куриное яйцо, огурец, немного зелени. Плюс мы добавили сюда вместо редиса мы добавили редьку дайпон и добавили немного авокадо. То есть добавили такую небольшую экзотику в наше блюдо. В блюдо добавляют соус из пума, из сметаны, сливок, хрена и горчицы. Заправка на выбор, кефир, минеральная вода, квас. Жидкий азот создает определенный антураж при подаче блюда. Эта окрошка популярна среди жителей Самары и гостей из других регионов и зарубежья. В жаркий, знойный день, мне кажется, лучше, чем окрошка. Ничего не поможет, чтобы удалить жажду, также насытить свой организм. Потому что окрошка, как ни крути, довольно легкая. Это быстро все усваивается за счет кваса, за счет газа. На самом деле, я думаю, что это прекрасно. И гостей нашей Самары, так скажем, надо угощать обязательно. Впереди летний сезон. Холодный суп на столе будет очень уместным. Какой получится именно ваша окрошка, зависит от вас и вашей фантазии. Юлия Василькина, Сергей Баскин, События.